МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тюмени сценарием занимались Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Сейчас они в нашей студии. Приветствуем вас. Приветствуем вас. Здравствуйте. Мы понимаем, что вы наверняка не можете разглашать всех тайн, но все-таки настолько, насколько это возможно. Расскажите немного о структуре сценария. О структуре нашего сценария? Конечно, в том числе. Вы можете рассказать про структуру любого сценария, на которых построен фильм по принципу как альманах. Где все истории пересекают? Ну, я думаю, что да. Но этот вопрос лучше задать Антону Богданову и Тиму Рубик-Мобетову, которые будут сводить фильм. Антон Богданов вот-вот скоро приедет сюда. Пока с вами. Я, наверное, не буду прям структуру рассказывать, но мы с Мишей для себя как название определяли, что наша история называется «Несчастные в городе счастливых людей». А тут уже, как говорится, понимаете это, как вы считаете нужно. Просто спойлерить не очень хочется. Еще больше сказки и мистики. Ну, в общем, структура проста. Завязка, кульминация. И развязка, да? Да, но будет очень интересно. И пару кулепких шуточек. И был катарсис, еще где-то точно он будет. Как происходило взаимодействие с московскими сценаристами? Ой, это, кстати, невероятно теплая история была. И мы просто с Мишей удивились, насколько у нас были креативные продюсеры, Мария и Ольга, которые невероятно очень тепло нас поддерживали. У нас был момент, когда мы чувствовали себя такими маленькими сценаристами из Тюмени. Они очень аккураженно рассказывали, что «да нет, вы молодцы, вообще лучше всех написали, на самом деле». Ну, правки-то были? Конечно. Как относились к правкам? Это, кстати, удивительная история. Я впервые, наверное... Правки ведь никто не любит. Вот, вот. Я впервые в своей жизни столкнулся с историей, когда правки были настолько, ну, как бы... А тут как их поддать? Адекватными, да? Да, деликатными. Да, 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 да. Что это было очень приятно, я... Ну, до сих пор, мы, кстати, сейчас в гримёрке обсуждали, что удивительно, какое приятное ощущение оставило вот работа над сценарием. И, ну, я очень надеюсь, что у ребят получилось во время съёмок это вот это же ощущение, сохранить новогоднее. Но у нас оно правда было. Я просто ещё, у меня совпало, я болел ковидом как раз. И мне, знаете, как было... То есть вам вот сказка была особенно нужна. Да, да, я прям... Миша меня очень сильно спасал, он так аккуратно мне всё передавал. И, ну, мне кажется, у нас получилось её так вывести очень в какую-то добрую, приятную... Мы ложили сердце и душу. Хорошо, тогда у меня, смотрите, какой вопрос. Я надеюсь, тут можно это всё рассказать без спойлеров. Написано, что все истории, это отличительная история про Ёлки-8, основаны на реальных событиях. Ваша тоже основана на реальных событиях, это правда? Да, конечно. Где вы взяли это реальное событие? Хорошо тогда. Ну, у нас история, ну, как бы, у нас история про комика. Это же не секрет, не секрет, всё нормально. Даже нет. Даже нет. Мы взяли просто историю другого комика, нам её поведали наши коллеги, и мы просто её привели к такой, к новогоднему сказочному миру. Окунули в Тюменский колорит. Да-да-да, и у нас получилось что-то своё, но вся основа, вся, как бы, весь посыл истории, он, конечно, взят из реальной жизни. Михаил, а как так вышло, что сценарий писали люди из разных городов? Это такое новое веяние в кино? Ещё со времён Киевской Руси. Хорошо, вот сейчас загнули, да. На много городов и прочее всё. Да нет, не знаю. Затруднительный вопрос. Ну, а кто про Тюмень напишет лучше, чем Тюмень? Лучше, чем Тюмень, да. Хорошо, ну вот у меня нет другого ответа, да? Хорошо, тогда... Про Тюмень и Тобольск. Про Тюмень и Тобольск повторяем. Просто мы с ребятами, вот всё, что вы до этого рассказывали, уже 4 года до этого рассказывали истории про Тюмень, рассказывали истории про наш регион, и, ну, мне кажется, без лишнего хвастовства, но кроме вот нас всех, наверное, лучше об этом рассказать никто и не мог. Хорошо. Ну, поэтому, мне кажется, нам и доверили. Ну, ещё, знаете, важный момент по поводу людей, которые вносят правки в сценарий, людей из других городов. Вот чем важна история участия тюменской команды в производстве новеллы? Потому что ты не можешь быть в индустрии, если ты не живёшь по её правилам. То есть, кажется, кино, там, вообще, снять съёмки видео – это что-то такое креативное. Прям вот душа развернулась, идёт поток сознания, человек рассказывает. Ждём вузу. На самом деле, самое сложное и самое, наверное, вот главное то, зачем Тюмень пришла в этот проект – это взять профессиональные стандарты, процессы, правила, по которым работает индустрия. То есть, ну, наступает определённый момент, и, соответственно, там, я не знаю, по структуре сценария зрителю нужна пауза, если он, например, смотрит это кино дома, для того, чтобы он мог пойти на кухню, налить чай. Очень много нюансов, которые должны учитываться, и как раз в чём плюс работы с командой Базилевса, потому что супервайзеры, ну, получается, кураторы разработки сценария, они вот эти стандарты, правила знают. И здесь, с нашей стороны, глубокое знание материала, огромная любовь к родному краю, и это, ну, абсолютно вообще даже не комплимент, а просто-просто голая правда, как есть. Это было со стороны нашей команды, но со стороны коллег это были стандарты. И, знаете, вот маленькие даже нюансы, да тоже, на самом деле, очень важно, почему, мне кажется, у нас наш этот медиасектор, он растёт правильно. Вот Андрей, когда рассказывал про Первопыт, он сказал, это был фильм «Одна победа», он только не сказал, о чём был этот фильм. Это была киноэкспедиция по городам-героям, по городам-героям всего бывшего Советского Союза. И, понимаете, вот мы сидим, ребята говорят очень много иностранных слов, и я тоже немного грешу этим делом. Но это потому, что язык отрасли, все это говорят, поэтому так или иначе, когда работаешь с Москвой, напитываешься тоже этими вещами. Но для меня, в том числе, тогда была эта поворотная точка, потому что вот этот фильм, вот эта киноэкспедиция по городам-героям, это было сделано так глубоко, с такой любовью, столько интересных историй было открыто о тех же самых аджимушкайских каменоломнях, где ребята смогли взять интервью у одного из последних оставшихся в живых защитников аджимушкайских каменоломень под Керчью. Понимаете, это было настолько здорово и важно, и я считаю, что в креативной индустрии, в кино должны приходить не только профессиональные люди, очень важна ценностная основа. В России кино должны снимать люди, которые любят свою родину, любят свой край. И поэтому тут даже вот, ну, большой вопрос, что сыграло больше, инициатива или вот это совпадение по ценностям. Поэтому, да, вот вся команда медиаполиса и базы, это просто ребята большие патриоты, поэтому, ну, они не скажут про себя, но москвичи говорили про то, что, да, слушайте, как вот вы, вы нас, сначала было вопрос, а почему город счастливых людей, что тут? В Тюмени люди какие-то другие, но благодаря совместной работе не сказали, все, убедили, да, пусть будет так. Михаил, а какая сцена была, на твой взгляд, самая сложная? И почему? Самая сложная была восьмая сцена. Так, что это за сцена? Кто там? Подожди, это которая, где вот прямо, да, и где она еще за... Вы только не выдайте все спойлеры, как любили делать актеры игры престола. Нет, я-то за, чтобы выдали, мне очень любопытно. А я все-таки за ребятами. Либо восьмая, где она за ним, туда, а он... Не, ну, подожди, либо финал, либо финал. Но финал, кстати, правда, был сложный, потому что это же кульминация, это кульминация, причем и для зрителей, и для героев, и для зрителей. Каждый зритель, каждый персонаж, да и мы в целом уже тоже как персонажи. Она должна была кульминацией, и он сейчас... Будем смотреть ее. Все-таки восьмая. Все-таки восьмая. Я вам сейчас расскажу, чем точно тюменская новелла отличилась. Она оказалась самой локационной. Если пермскую часть умудрили снять в одной большой локации, то в Тюмени и в Тобольске сняли около 12 мест. В течение нескольких дней группа работала в Тюменском и Тобольском аэропортах, на Верхнем Бару, Распутинских банях и даже в Чуме. Хотелось бы выразить благодарность всем предпринимателям, которые пустили киношников на свою территорию и дали делать все, что хотели, и съемки состоялись. Локаций много, но Тюмень, как мы уже тут говорили, не единственный город, где проходят съемки. Восьмую часть популярной кинофраншизы снимают в Перми, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и Красноярске. А сейчас нам свою новогоднюю стафету и настроение передаст Красноярск. Они там уже сняли самую массовую сцену и заодно отпраздновали Новый год в сентябре. Обо всем подробнее расскажет Ирина Белова, гендиректор Енисея Кино. Ирина? Дайте нам, пожалуйста, ее на экран. Ирина сейчас к нам тоже присоединится. Ирина, как настроение, как прошла съемка, как принимал город съемочную группу? Отреагировали прекрасно. Во-первых, как бы началась интрига, что воздвигается елка, был пресс-релиз во всех средствах массовой информации. Зачем елка, почему елка, вот у нас будут съемки. Всех приглашали в город, ну официально же Базилевск приглашает на съемки. Поэтому ажиотаж был огромный. Ну люди вообще соскучились по какому-то празднику. Съемок масштабных в Красноярске давно не было. Мы увидели как раз из вот этой вот съемок елок, насколько это нужно нашему городу и краю. Как подготовились люди, это потрясающе. Они пришли в новогодние костюмы, профессиональные Деда Морозы. В огромных каких-то, не знаю, фигурок, коровы, слоны, волки. Короче, вместо двух тысяч человек пришло более восемь тысяч человек. Новый год в сентябре, при красивых золотых деревьях. Ну в общем, было такое минуты счастья, которые искренне охватили весь город. Но у вас съемка массовой сцены уже позади. У нас еще впереди. Что посоветуете тюменцам? Однозначно, дорогие тюменцы. Мы всем в Красноярском кричали «Привет, Тюмень!». Поэтому, Тюмень, пожалуйста, берите от нас, хватайте эстафету. Мы очень надеемся, что ваши фотоальбомы семейные пополнятся позитивными кадрами. Вы знаете, давно такого общегородского праздника, наверное, не было еще. Тем более, сейчас довольно сложные времена. Запасайтесь масками, но фотографии вы сделаете отличные. И отличное настроение с собой берите. Потому что у нас очень хотят продолжения съемки. Спасибо вам большое. С таким приветом к нам обратился Красноярск. Ну и, конечно, сейчас самое время рассказать, как попасть на съемки в Тюмени после такой рекламы. Для этого нужно зайти на сайт «Мой портал» в раздел «Проекты, елки, Тюмень». Заполнить анкету и прикрепить сертификат о вакцинации. Либо о перенесенном заболевании COVID-19 в последние полгода. Либо отрицательный результат ПЦР-теста сделан не позднее, чем за 48 часов до съемок. Получить на адрес электронной почты приглашение, приготовить зимние вещи, шапку, шапку, пуховики. Ну, можно шапку эту, собаку привезти, новогоднюю атрибутику, мишуру, бенгальские огни или шапку Деда Мороза. Ну и прийти 2 октября к 19.00 и показать приглашение на площадь к драм-театру. Но мы уже говорили, что съемочная группа «Елок» на 20% состоит из тюменских специалистов. Вот и Анна Румянцева, еще одна выпускница, если так можно сказать, продюсерского центра базы, стала продюсером тюменской новеллы. Давайте сейчас у нее узнаем, как шел съемочный процесс. Итак, Анна, Тюмень – лидер по количеству локаций. Во-первых, почему? И во-вторых, где именно проходили эти съемки? Что за локации? Ты вообще сначала скажи, что ты делала? Потому что продюсер – это такая работа, которая кружена просто стольким количеством... Ну, вообще, делала почти все. А что ты делала? Тут, мне кажется, вообще профессия продюсера – это немножечко такая мазохистская профессия, потому что действительно продюсер делает практически все. Продюсер, если глобально, продюсер организовывает полностью кинопроизводство. У нас действительно было, как мне кажется, больше всего локаций, чем в других новеллах. Это, мне кажется, это точно. Да, как вы уже сказали, 12. Это был непростой ревус, который нам нужно было решить каким-то образом, потому что мы все равно в рамках производства имеем ограниченное количество времени. И, соответственно, нам нужно было сделать так, чтобы все это уместить в те шесть смен, которые у нас были. Почему так произошло? Почему достаточно большое количество объектов, наверное... Это надо сказать спасибо, вот напротив, люди сидят. Привет вот этим двум молодым людям. Спасибо, что хотя бы остановились. Ну, мне кажется, это связано с тем, что действительно Тюмени есть что показать. И так как была задача максимально раскрыть тюменское гостеприимство, которым мы действительно славимся, поэтому мы, ну, даже когда хотели вычеркнуть какие-то объекты, понимали, что, ну, ребят, это будет производственно очень сложно, мы не могли. Поэтому решали этот ребус. Какие конкретно это были объекты? Это были большие объекты режимные, такие как аэропорт Рощина. Это был аэропорт города Тобольска, но так как мы снимаем кино, у нас есть определенная магия кино, соответственно, мы пока что в Тобольск даже и не выезжали. Интересно. Да, поэтому... Опять нам ничего не раскроете, да? Дальше нет, это будет такая лучка. У нас был чудесный аквапарк «Лето-лето», которому просто огромная благодарность. Они предоставили нам один съемочный день глобальной вот этой большой съемки в горячих источниках. Они предоставили нам второй день, где мы снимали другие объекты на их территории. Это от настойбища у вас Мерход, который предоставили нам Чумну. То есть можно сейчас перечислять бесконечно. Правда, огромная благодарность всем руководителям этих организаций, потому что впустить киношников в свой дом... Это да, есть такое. Одно про огород и одно животное. Поэтому за терпение, за то, что они максимально делали так, чтобы нам было комфортно, чтобы мы могли все свои задачи решить непосредственно на объектах, огромная всем благодарность. Как с московскими коллегами работали? Это интересный вопрос, потому что очень много сейчас нас спрашивают, что было самое сложное. Мне кажется, самое сложное было именно работать с московскими коллегами. Почему? Потому что, как мне кажется, кинопроизводство – это... Несмотря на то, что там есть определенная технология, там очень много человеческого. Очень много. И вот эти вот связки командные, они прям очень сильно важны, особенно когда вы залетаете в процесс очень быстро. То есть у нас на подготовку было небольшое количество времени. И что мы, что наши московские коллеги, как потом оказалось, они привыкли работать с слаженными командами, которые уже были проверены на других проектах. А тут мы были абсолютной такой сборной солянкой. То есть мы познакомились со многими в первый съемочный день, увидели друг друга. Ну это вообще колоссально, да. Такое сделать, вот таким образом, дорогого стоит. И поэтому вот эта вот задача сделать так, чтобы это был слаженный единый организм для людей, которые видят друг друга впервые, это, наверное, такая была задача со звездочкой. Насколько сами тюменцы хотели участвовать в съемках? Фильм на самом деле получается народным? Да. У нас, помимо того, что были вот эти вот 20%, про которые мы говорим, ребят, которые были участниками съемочной команды, очень многие из них никак не связаны, например, даже с видеопроизводством. Действительно были такие, которые, например, занимаются организацией мероприятий и очень органично встроились в процесс, который мы выстраивали. Актеры массовых сцен вообще чудеснейшие люди, мне кажется, потому что очень много было откликов, причем даже очень много нам писали уже после окончания съемок, что мы знаем, что вы набирали актеров массовых сцен, очень хочется. И вот поэтому завтра будет как раз-таки возможность всем поучаствовать. Да, мы еще несколько раз скажем, как и что сделать и куда прийти. Да, ну, как здесь уже прозвучало, самая сложная смена была именно в аквапарке «Лето-Лето». Сейчас к нам онлайн присоединяется заместитель гендиректора термального курорта Анна Яченко. Анна, добрый вечер. Дайте нам, пожалуйста, на экран Анну. Вы сразу согласились на такое предложение? Конечно. Мы не раздумывая приняли с удовольствием огромное это предложение. Для нас это большая радость принять участие в таком грандиозном проекте. Вы знаете, мы очень высоко оценили уровень профессиональной той команды, которая участвовала в съемках, которая организовывала эти съемки. Специстичные требования, безусловно, были, но мы как проект, как объект, да, мы только наблюдали практически за тем процессом создания вот этой сказки, этого кино, когда летом, в августе, воссоздается атмосфера Нового года, снег, елки. Это волшебная совершенно атрибутика, это такая, знаете, вот волшебная атмосфера. Поэтому мы включались по мере возможности и необходимости, но настолько нам показалось гармоничный, органично проходил процесс, именно благодаря тому, что команда очень высоко организована и профессионально подготовлена на самом высоком уровне. А что запомнилось больше всего? Сами участвовали в массовке? Сотрудники с удовольствием принимали участие в массовых съемках. Кто мог себе позволить это по рабочему графику? Нас, конечно, знаете, поразил масштаб. Масштаб, и мы оценили, какой колоссальный труд создания большого кино. Вы знаете, когда в жару практически ты выходишь на термальный источник и видишь там Новый год со снегом, да, это было эффектно. Ну, а вы почувствовали, что стали знаменитые после съемок? Идут вам к люди с вопросами, это здесь же снимали «Елки-8»? Вы знаете, конечно, как только разошлись слухи о том, что будут съемки «Елок-8» на территории термального курорта «Лето-Лето», посыпались звонки, сообщения. Интерес, конечно, скажем так, заметно активизировался по отношению к нам. Но ввиду того, что мы не имеем права разглашать пока имена звезд, которые принимали участие в съемках, тот сюжет, который, да, у нас был заснят. Конечно, мы рассчитываем на максимальный эффект после того, как мы сами себя с удовольствием увидим в большом кадре. И страна нас увидит, и много где знают уже термальный курорт «Лето-Лето», Тюмень, Тюнинскую область, рассчитываем, конечно, мы на взрывной эффект. Ну, наплыва точно ждите 16 декабря. Именно в этот день картина выйдет в эфир. Ну, а на вопросы отвечала заместитель генерального директора термального курорта «Лето-Лето» Анна Яченко. Анна, вот еще вопрос. Честно говоря, в голове не совсем укладывается атмосфера Нового года и пляжная. Почему выбор пал именно на эту локацию? И с точки зрения технической, насколько было удобно работать в аквапарке? Там ведь влажно, а насколько я понимаю, для техники это не очень хорошо. Все правильно понимаете. Смотрите, по поводу того, почему именно горячие источники у нас, это такая тема, которая красной линией у нас будет проходить. Вот потихоньку вы торговываете интересные факты. Ну, вы киношники, мы журналисты. Красной линией будет проходить через всю нашу новеллу, потому что все-таки мы говорим о гостеприимстве, а Тюмень, правда, славится горячими источниками. Поэтому мы никак не могли пройти мимо действительно вот этого термального комплекса. По поводу того, как технически нужно было организовать там весь процесс, это действительно определенная сложность, но мы справились, вот могу сказать как-то таким образом. Хорошо, Аня, тогда такой вопрос. Как вам удалось, если мы вот вытягиваем из вас информацию, скрыть такое количество звезд при такой большой массовке? Что вы делали? Избрали какие-то записи, стирали память, как в людях черных? Как это получилось? Слушайте, ну, есть, если серьезно, есть и юридические определенные рычаги, когда мы подписываем специальные документы НДА по поводу того, что актеры массовых сцен, актеры эпизодов, которые участвуют, они не имеют права разглашать. Действительно серьезно, потому что во многом это влияет и на продвижение картины потом. Вот, поэтому тут все рычаги, которые были возможны организационно сделать, которые зависели от нас, мы максимально прилагали к этому усилия. Организовывали так, чтобы наши звезды, весь наш звездный состав, он проходил черными ходами, никто их не заметил. Черные ходи, да. Да, да, да. Ну и я думаю, что максимально, что мы приложили... Ну, то есть интрига сохранилась. Нет, прошу прощения, вы бы видели, как Аня просматривает фотографии в Инстаграм, если вдруг выкладывать это фото, она прям увеличивает ее на максимум. И даже сейчас я смотрю, на экранах идут фотки, а краем глаза так. Кто это там сидит? А, нормально, это режиссер сидит. Еще один вопрос, который, думаю, интересен многим. А сколько видео отснято и в процентном соотношении сколько выкинете? Это нас-то телевизионщиков обвиняют в том, что мы там из 20 минут оставим в лучшем случае 20 секунд. Ну, у нас такое правило. Тут как? Снимали день, сколько войдет в готовую ленту? Минутка? Смотрите, ну прям в пропорциях хронометража я, наверное, сейчас все-таки не скажу, чтобы все-таки не обманывать. Сколько страниц у сценария? Ну, нет, нет, нет. Что войдет, войдет порядка 15 минут. О, хорошо. 15 минут, да. А написали? А написали 20? 20? Вы вообще сработали реально очень классной, хорошей командой. Нет, это да, 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 все хорошо. Я имею в виду, что мы отсняли, естественно, материалы гораздо-гораздо больше. Это тоже очень, конечно, высокий уровень профессионализма. Итак, «Елки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Каждая картина саги построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действие развивается под Новый год. Проект насчитывает семь частей. Первый фильм вышел в 2010 году, последний – в 2018. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Режиссерами «Елок» в разные годы были Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Юрий Быков, Егор Баранов, Александр Войтинский и многие другие. «Елки» собрали в прокате свыше 6 миллиардов рублей. Со всеми частей проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов. И вот очередную серию снимают в Тюмени, ждут ли премьеру сами тюменцы. Наша съемочная группа прошлась по городским улицам и узнала мнение прохожих. Давайте посмотрим. Хотелось бы посмотреть новую часть. Чем привлекают актеры, очень профессиональные. Сам сюжет интересно смотреть, завлекает. А знаете ли вы, что новая часть будет сниматься в Тюмени? Как к этому относитесь? О, здорово. Ну, я не знала, на самом деле. Горжусь городом. Веселый фильм. Хорошие актеры. Ждем. На самом деле, мне пришло на почту уведомление, что можно зарегистрироваться и стать участницей, сниматься в фильме. Я его оформила. Вот, жду приглашения. Думаю, может быть, снимусь в фильме. Третью смотрела часть. Да, нравится фильм. А чем? Своим сюжетом. Видела, да, что будет массовка. Не знаю, буду ли я, но идея хорошая. И то, что будет в Тюмени, прямо вообще замечательно. Я знаю, в аэропорту снимались, у нас елки прилетали. Поэтому, да, будем ждать фильм с удовольствием. Интересное продолжение. Чем закончится? А знаете, что ее будут снимать в Тюмени и как к этому относитесь? Отлично. Буду ждать продолжения. Что-то необычное для российского кино. Это был какой-то порыв. Смотрели и все. Да, прикольно. Нравится. Постоянно смотрим. Конечно, смотрела. Всегда положительные эмоции. А ждете ли вы выхода новой части? Конечно. Тем более, что в Тюмени снимают. Веселый сюжет. Много городов показывает. Привет, елки. Почаще к нам приезжайте на съемки. Они уже здесь и вот-вот появятся в нашей студии. В следующей части программы. Московские звезды. Антон Богданов, Михаил Чичелецкий. Это кинокомпания «Проспект Мира». Прямо самолеты. Готовы отвечать на вопросы вечернего хэштега. Оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное. Из актеров в режиссеры. Как Антон Богданов оказался в новогодней сказке. Два раза встретим Новый год. Как будет сниматься самая массовая сцена в Тюмени. И можно ли попасть на съемки.